Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Аналитика от инвестора с 25-летним опытом инвестирования. Сегодня я вам предлагаю к просмотру очередной ролик с прогнозом курса доллара на следующий месяц. Как правило, это самые подробные фундаментальные ежемесячные ролики по теме курсов валют на моем канале. Будет прогноз доллара на сентябрь. В ролике я освещу новые курсообразующие факторы, актуальные события и тенденции, влияющие на валютный рынок. Будут цифры, факты, логика, впрочем, как всегда. Думаю, понятно, что сейчас прогноз сделать крайне сложно, и суть будет не в прогнозном значении, а в логике и в понимании текущих и будущих процессов на валютном рынке. В тенденциях. Важны и интересны именно тенденции. Для бизнесов и для инвесторов понимание процессов и тенденций на валютном рынке бывает очень даже полезно. Итак, начинаю. Смотрим график курса доллара в рублях. Пятилетний график у вас на экранах. Видим, что курс доллара продолжает медленно сползать вниз. Он уже сравнительно давно вышел через нижнюю границу ранее привычного диапазона 90-94 рубля за доллар и ушел уже существенно ниже и, судя по упорному снижению, не собирается возвращаться. Но о том, будут ли курсы валют возвращаться или ждать продолжения развивающейся тенденции, я обязательно скажу сегодня позже. А пока несколько слов про причины текущей курсовой динамики, которую вы видите на графике. Это стоит понимать. И вначале напомню, что слом произошел после санкций на Мосбиржу и НКЦ. Я имею в виду уверенный выход курса доллара из того самого считавшегося нормальным диапазоном курсовых значений 90-94 рубля. После тех санкций доллары и те же евро не торгуются на бирже в режиме нормальных регулярных торгов, теперь только внебиржевые торги. Примерно с середины июня ЦБРФ устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 по московскому времени в текущий рабочий день. Это новая реальность и ее стоит учитывать. Ну а на сами курсы валют, конечно же, по-прежнему влияет баланс валютных потоков по импорту и экспорту. Это важно понимать. И вот как раз именно этот баланс в последнее время и перекосился из-за проблем с импортной составляющей этого баланса. Так как на практике осложнились расчеты по внешнеторговой деятельности. В основном сейчас остаются как раз проблемы с расчетами за импорт. А взаиморасчеты вот эти осложнились из-за тех самых санкций на НКЦ и из-за усилившегося давления на соответствующие ключевые банки, участвующие в этих международных расчетах. Конкретно сам знаю несколько кейсов с проблемами по китайскими, по индийским банкам, в основном китайские. Поэтому даже вот казалось бы востребованный у нас юань по понятным причинам тоже просел из-за реальных сложностей и санкционных проблем. Именно сложности взаиморасчетами наиболее существенным образом повлияли на выход курса доллара в новый диапазон значений и укрепили рубль. Кстати, те самые кейсы, вот конкретный случай с конкретными банками, начинают медленно рассасываться. Бизнес плюется, ругается, потому что решение этих проблем, к сожалению, обходится в копеечку. Но все-таки пока радоваться точно нечему, а косвенно на это указывает продолжение укрепления рубля, даже на фоне очевидного и неслабого снижения цен на нефть. К нефти я еще сегодня обязательно вернусь, а пока промежуточный вывод по причинам сложившейся динамики курсов валют и конкретно по доллару. В общем, очевидно, что кроме резкого нового изменения в виде санкции на НКЦ, грубо говоря, два месяца назад, укрепление рубля усилилось с нарастающими проблемами с дружественными иностранными банками. При этом остановить и развернуть укрепление рубля пока не смогли ни снизившиеся цены на нефть, ни последовательное смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки к российским экспортерам от Центрального банка России. И это очень интересно. Вот, теперь давайте посмотрим, что может быть дальше. Все-таки с большой вероятностью со временем проблема платежей может уйти или заметно снизить свое влияние. Ведь не секрет, что многие санкции, например, по нефти или из других отраслей тоже обходились не сразу. Требовалось время сначала на придумывание, а потом на обкатки различных схем. Не все так просто. И сейчас вот с одной стороны вроде как процесс идет в правильную сторону, но он явно идет в ту сторону слишком медленно. Тем не менее, повторюсь, растет вероятность того, что платежи наладятся хотя бы частично. А это означает, что часть текущего укрепления рубля уже произошедшего может тоже довольно быстро улетучиться. Ну или не обязательно быстро. Но, к сожалению, когда конкретно это произойдет, неизвестно никому. Потому что процесс налаживания новых схем оплаты – дело сложное, довольно непрозрачное и слабо прогнозируемое. Косвенно улучшения в этой теме можно будет увидеть по росту объема платежей за импорт и, естественно, по увеличению спроса на валюты. Далее, как и обещал про нефть. Нефть – это очень важно. И не только для самочувствия рубля. Смотрим на график цены нефти Brent. Тут я традиционно вынужден говорить, что понимаю, что Россия не продает Brent, а другие марки нефти. Но именно график Brent хорошо иллюстрирует общую мировую тенденцию на нефтяном рынке. Это ремарка для хейтеров, потому что если об этом хотя бы изредка не говорить, то сразу не прилетает, появляются комментарии про Brent, Юрлс, марку нефти Сокол и так далее и тому подобное. Сразу пишут о том, что типа автор некомпетентен. Ну, такова жизнь. Вынужден потратить ваше время и сразу это объяснить. Так вот, смотрим на график. И ничего хорошего здесь не видим. Нефть снижается. Цена на нефть очень важна, если говорим о каком-то пролонгированном курсообразовании на российском валютном рынке. И действительно, если цены на нефть продолжат снижение достаточно долго, то в этих условиях рост курса доллара может усиливаться. Потому что постепенно можем вот таким образом дойти до предпанического настроения у населения. А паниковать по доллару у нас любят и умеют. И порой делают это с удовольствием. Если доллар начинает расти на панике, то останавливать это дело придется финансовым властям. И не всегда это получается сделать сразу. Ну, а нефть сейчас показывает отрицательную динамику на риторике ОПИК плюс и, конечно же, рецессионных настроениях в США и у ведущих экономик мира. Совсем недавно мы с вами стали свидетелями довольно лихой коррекции на мировых фондовых площадках. В частности, американский индекс S&P 500 завалился после устойчивой серии выхода плохой отчетности, ну, в частности, вот по безработице в Штатах. А это признак надвигающейся рецессии. Я пока не вижу там ничего ужасного, но негативные тенденции имеют риски набрать обороты. И если рецессия, та самая, действительно посетит США и до кучи другие крупные экономики, то цена на нефть пойдет и дальше вниз. А вот это уже не шутки, это уже будет по-взрослому. Может получиться даже так, что финансовые власти России в этом случае не станут удерживать курс доллара ниже 100 рублей, прежде всего потому, что даже уже сейчас страна имеет проблемы с наполнением бюджета и ФНБ. Приоритет вполне могут отдать стабилизация бюджетной ситуации. Это, конечно, довольно экстремальный сценарий, но абсолютно не фантастический. Для его реализации достаточно нефти попадать пару месяцев и не так слабо, как сейчас, а пошустрее. Вот, поэтому-то я и сказал в начале блока про нефть, что нефтяные ценовые тенденции для России по-прежнему очень важны. В общем, не надо думать, что общая мировая экономическая рецессия на нас никак не скажется. Может сказаться и очень даже не слабо. Ну и также вот в блоке про нефть следует обязательно сказать и про геополитику. Многие эксперты прогнозируют сейчас резкое усиление геополитической напряженности между Израилем, Ливаном и Ираном. В связи с этим вполне может повыситься волатильность нефтяных цен. Но конкретно вот резкий рост цен на нефть на геополитике я, конечно же, прогнозировать не стану. Такое, естественно, спрогнозировать невозможно. Далее, продолжая по процессам, которые обязательно повлияют на курсы образования. Стоит понимать, что сейчас, вот как я сказал чуть выше, по-прежнему остаются проблемы с наполнением бюджета России, так как растут различные расходы, в основном те, которые не публичные. Все прекрасно понимают, о чем речь. Именно устойчивые бюджетные проблемы, сегодняшние и прогнозируемые, привели нас к повышению налогов, которые везде называют теперь донастройкой налоговой системы. Упомянутые бюджетные проблемы действительно могут усугубиться снижением цен на нефть. Поэтому финансовые власти страны уже сейчас заранее не заинтересованы в заметно укрепляющемся рубле. Именно по этой причине относительно недавно ЦБ ослаблял требования по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров в очередной раз. И если следовать этой логике, то могут ослабить еще. Хотя есть и другие методы, целый набор системных и ручных корректирующих и ограничивающих воздействий на курсы валют со стороны регулирующих органов. Об этом не стоит забывать. Однако думаю, что специально и резко загонять курсы валют выше никто не станет, особенно на фоне снижающихся цен на нефть. Сейчас действовать нужно очень осторожно и всегда помнить про нефтяной курсообразующий фактор. К тому же до сих пор вполне реален расклад, при котором по мере адаптации к санкциям и расчетным ограничениям импортная составляющая все-таки восстановится и естественным образом уже сама потянет за собой курс доллара выше. В связи с этим имеется немаленькая вероятность того, что курс доллара в рублях постепенно все-таки развернется в сторону 90 рублей. Банк России однозначно будет наблюдать за этими процессами и его явно устроит курс доллара в районе 90 рублей, даже несколько выше. Кстати, не исключаю, что сейчас происходит накапливание отложенного спроса на валюты. И, следовательно, после решения проблем с международными платежами за импортные товары, если это решение проблем таки произойдет, может случиться скачкообразный рост спроса на валюты, что вполне может привести к резкому росту курсов. А резкий рост валют финансовым властям точно не нужен, поэтому они сейчас не торопятся с ручными регулирующими мерами, ослабляющими рубль. Вот, далее. При прогнозировании ценовой динамики по валютам не стоит забывать, естественно, и про ключевую ставку. Незначительные изменения ключевой ставки практически не влияют на курсы валют. Но сейчас несколько другая ситуация. Мало того, что ставку подняли на последнем заседании сразу на 2%, так еще не менее важно то, что высокая, задранная ключевая ставка действует в нашей экономике уже довольно долго. А это, в свою очередь, способно заметно затормозить восстановление объемов импорта по естественным причинам. Имеется в виду снижение спроса на импортные товары. И, как следствие, в этом случае рубль может ощутить дополнительный прилив сил. Ну, а при совпадении с другими укрепляющими курсообразующими факторами, курс доллар тогда может сходить заметно ниже 84 рублей. Такое сейчас вполне реально в сегодняшней конфигурации ситуации с валютами. Но все же жизнь показывает, что совпадение различных позитивных для рубля факторов долго не длится. И вероятность возобновления роста курса доллара будет увеличиваться со временем, по целому ряду других причин, в том числе и долгосрочных, и фундаментальных. Вот, продолжим про ключевую ставку. Это тоже важная тема. Сейчас многое в экономике зависит от инфляционной ситуации в стране и от ключевой ставки. На данном этапе времени мы пока наблюдаем небольшие улучшения по инфляции. И я пока склонен в связи с этим прогнозировать, что на следующем заседании ЦБРФ ключевую ставку оставят на прежнем уровне. К тому же Банк России наверняка захочет посмотреть на параметры бюджета на следующий год. От него может зависеть в основном тактика, а может даже и стратегия будущей денежно-кредитной политики, финансовых властей страны. То есть к следующему заседанию ЦБРФ по ключевой ставке может быть просто недостаточной информации по бюджету или еще не успеют выработать ту самую будущую тактику ДКП. А вот уже на последующем заседании по ключевой ставке будет интереснее. Если параметры бюджета окажутся сложными для выполнения без закручивания гаек, то мы с вами можем стать свидетелями очередного подъема ключевой ставки. Ну, как вы понимаете, это уже ближе к концу года. Это стоит учитывать, но пока вот такое возможное развитие событий я не считаю базовым сценарием. Базовый сценарий все же это отсутствие изменений по ключевой ставке в оставшееся время в этом году. Пока так. Ну и конечно же ближе к заседанию ЦБ по ставке надо будет пристально наблюдать за инфляционными тенденциями. Они, как вы понимаете, способны повлиять на решение Банка России. Далее, плавно перейду к другим действиям ЦБ и Минфинам на валютном рынке. Хотя рынком валютный процесс у нас сейчас назвать можно только с большой натяжкой. Так вот, совсем недавно стало известно, что ЦБ грубо в 2,5 раза увеличит чистые продажи валюты юаней в августе-начале сентября. Это связано прежде всего с существенным сокращением покупок золота и валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина. Не стану вас здесь вот грузить сутью зазеркаливания действия Минфина Банком России и текущими нюансами бюджетного правила. Я просто знаю, что когда это начинаешь объяснять, то вы начинаете перематывать, вы не смотрите, не хотите это дело смотреть. Поэтому скажу короче, итоговое чистое увеличение предложения валюты на рынке это за поддержку рубля. Но советую игнорировать тех экспертов, которые кричат, что раз уж ЦБ увеличит чистые продажи валюты целых в 2,5 раза, то теперь доллар точно обвалится. Обходите стороной этих псевдоэкспертов. Они не понимают, что в данном случае реальные объемы продажи валюты будут незначительные для заметного влияния на курс доллара. Это плохие эксперты. Они акцентируются не на сути, а на громком заявлении. Типа целых в 2,5 раза. Ну, в общем, это не серьезно. Вот. Также хочу напомнить, что все сегодняшние рассуждения, анализ баланса по экспорту и импорту в стране, рассмотрение различных курсообразующих факторов касаются и курсов других валют. Юань, евро и так далее. Через те самые кросс-курсы по доллару. Касаются примерно так же, как и доллара, но со своими небольшими нюансами. И вот сейчас вижу смысл сказать пару слов про евро и юань. Прогноз по курсу доллара на сентябрь в цифрах еще впереди, а сейчас начну с евро. На курс евро в большей степени влияет объем выходящих из России европейских бизнесов. Резкие скачки курса евро в прошлом предположительно были вызваны именно этой причиной. То есть по евро порой можно будет увидеть сложную необъяснимую курсовую динамику. Курс однозначно будет волатильным и дополнительно продолжит зависеть от стагнирующей ситуации с продажей газа в Европу и от чуть выше упомянутого вывода капитала европейских бизнесов из страны. Кроме того, на евро влияет его положение в мировых финансах относительно доллара. А индекс доллара довольно длительное время снижался. И только в последнее время на кризисных событиях в экономике США начал расти. В общем, прослеживаются предпосылки к укреплению евро по отношению к доллару. Причины хорошо понятны. Но если кризис на фондовом рынке в США усугубится, то всем нужны будут доллары. Но это в мире. У нас несколько другие процессы сейчас. Мы изолированная экономика. И валютная ситуация у нас тоже не свободно рыночная. Далее. Юань. Тут ситуация еще сложнее. Полно рисков и взаимопроникающих процессов. С одной стороны, спрос на юаня в России остается стабильным со стороны бизнесов. Но его явно пока занижают те самые проблемы с взаиморасчетами. С другой стороны, при такой вот высокой ключевой ставке, рост объемов импорта может сильно притормозиться и с большой вероятностью притормозиться. В этом и цель подъема ключевой ставки. К тому же финансовые власти по бюджетному правилу периодически осуществляют различные манипуляции именно с юанем. В общем, с юанями все действительно сложнее. Пока имеется довольно существенный фактор неопределенности по спросу на юаня со стороны импортеров. Но это пока. Ситуация, вероятно, начнет меняться. Есть еще и макроэкономические факторы, влияющие на юань. Скорее всего, курс юаня в рублях будет немного отставать от курса доллара в рублях. Это уже происходит, и об этом я предупреждал неоднократно. Такая отстающая динамика связана с изменением валютной пары юань-доллар США. Там своя специфика, не исключая, что китайские власти будут и дальше слегка ослаблять юань относительно доллара своими дополнительными экономическими стимулами. Мы это тоже уже хорошо видим. Там без поддержки ликвидностью пока не получается поставить экономику на устойчивую траекторию роста. Правда, и со стимулами результаты тоже не очень. Пока так. Общие процессы и рассуждения по юаню такие же, как и по доллару. Логика курс образования очень похожая, а про нюансы было сказано выше. Но этот ролик не про Китай и его экономические проблемы, поэтому едем дальше. Разве что добавлю, что очевидно, почва для высокой волатильности в юане. Тем не менее, спрос на юане вполне может начать расти. Потому что уже многим становится очевидно, что именно Китай будет основным внешнеторговым партнером России. К тому же, китайская валюта зарекомендовала себя как неплохая замена безналичному доллару, так как по юаням инфраструктурные риски блокировки заметно меньше. Вот, возвращаюсь к доллару и приближаюсь к прогнозу на сентябрь. В общем, думаю, что уже очевидно, что итоговое сентябрьское соотношение внешнеторгового баланса России спрогнозировать сложно. К тому же, могут появиться новые или усилиться некоторые старые нюансы, факторы или тенденции. Как минимум, непонятно, как долго проблемы с денежными расчетами будут перекашивать баланс экспорт-импорт. Месяц сентябрь может оказаться довольно интересным. Могут и совершенно непрогнозируемые сюрпризы прилететь, особенно со стороны геополитики. Там предпосылок для эскалации напряжения сейчас более чем предостаточно. Думаю, это очевидно. По некоторым направлениям, правда, наоборот, начал проявляться переговорный трек, но мое мнение по геополитике не меняется, и суть его в следующем. Даже если и будет разрядка договоренностей и существенные улучшения, то только после предварительной более серьезной эскалации. Что сейчас, на мой взгляд, и происходит. Но может быть и еще жестче. Так вот, как я уже сказал сегодня, важной для определения баланса экспорт-импорт будет тенденция на нефтяном рынке с учетом усилившихся санкций и платежных проблем. Обязательно также стоит обращать внимание на ситуацию с бюджетом и на инфляционные процессы, которые влияют на позицию ЦБ по ключевой ставке. В общем, основные курсообразующие факторы я уже сегодня либо раскрыл, либо упомянул. Про денежную массу, правда, не сказал, но там мало изменений. Вот график и существенных, и заслуживающих внимания изменений здесь действительно нет. Ничего резкого и значительного. В общем, пора переходить непосредственно к прогнозу. Мы видим, что в последнее время курс доллара неоднократно уходил даже ниже 85 рублей. Таким образом, предыдущий привычный коридор курсовых значений перестал быть актуальным. Причины я изложил выше. Теперь уже осторожно можно говорить о новом коридоре, например, 85-90 рублей. При этом, естественно, остаются предпосылки и факторы выхода значения курса как через нижнюю границу, так и через верхнюю. Ну и, конечно же, сейчас вот на данном этапе очевидна тенденция движения курса доллара вниз. Но, как я обосновывал выше, текущее укрепление рубля вполне может оказаться временным. И поэтому я предпочту быть осторожным, особенно если речь идет о сентябре. Впереди явно намечается эскалация геополитической напряженности. Могут быть и провокации, и усиленное внешнее давление, и так далее, и тому подобное. Поэтому мой прогноз доллара на сентябрь 2024 года – это коридор значений 84-89 рублей. Все-таки я не стану торопиться прогнозировать дальнейшее существенное укрепление рубля под очевидным действием временного фактора. Это означает, что я все-таки не исключаю дальнейшего небольшого временного укрепления рубля, но вижу достаточно фундаментальных факторов для роста доллара в более отдаленном временном периоде. Ну и, как вы поняли, прогноз такой сделан в осознании того фактора, что текущие проблемы с международными платежами с большой вероятностью будут относительно непродолжительными. После вероятного решения этих проблем привычные тенденции к ослаблению национальной валюты восстановятся. На долгосроке мы это увидим точно, никуда не денемся. Такое поведение рубля обусловлено экономической моделью развития России, экспортно ориентированной. В общем, на коридор курсовых значений по доллару 84-89 рублей в сентябре я и буду ориентировать свои инвестиционные решения. Ну и риски возможного выхода из него тоже учту. Это базовый прогноз, без экстраординарных событий и заявлений, без черных лебедей и мощных неожиданностей, без существенного выхода нерезидентских бизнесов и точно без экстремальной геополитики. Вот, а сейчас важная ремарка ко всему вышесказанному. Прочитайте на экране, это нужно осознавать. Прочитайте на паузе внимательно. Ну а на сегодня это все. Успех финансовой независимости, да пребудет с вами села сложного процента. Продолжение следует...